Привет, это The Rocker. Уже несколько недель мы используем новый MacBook Pro 2016 года. Причем попробовали сразу обе версии, с Touch Bar и без него. И сейчас спешим поделиться, что мы думаем о новой прошке. За предоставленный на обзор MacBook Pro благодарим магазин iPoint. В этом магазине вы найдете официальную технику Apple с гарантией и сервисом. MacBook Pro 2016. Что вы получаете, купив этот дорогущий ноутбук? Первое, что бросается в глаза и огорчит, а может и порадует будущих владельцев новой прошки, яблоко больше не светится. Такой подход опробовали еще в MacBook 12, и вот новшество докатилось и до Pro-версии. Кому-то это понравится, а кому-то нет. Отныне логотип отделан металлом и красиво отражает окружающие предметы. Кстати, Apple ничего не сказали про MacBook Air, но прозрачно намекнули на то, что версия MacBook Pro без Touch Bar за 1400 долларов может рассматриваться как альтернатива самому легкому и дешевому ноутбуку компании. Кроме логотипов, в глаза бросается и новый цвет, Space Gray. Ноутбук в таком цвете смотрится стильно. Его мы уже видели в MacBook 12. Кстати, спасибо Apple, что не стали делать розовую прошку. Открывая крышку этого темно-серого монстра, первым делом вы видите огромный трекпад. Его увеличили почти в два раза по сравнению с предыдущими моделями. Трекпад и раньше был очень удобным, но сейчас он просто огромный и работать с ним еще удобнее. Его оснастили технологией Force Touch, которая позволяет добиться тактильной отдачи клика. На самом деле никакого нажатия не происходит, а это ощущение сообщается пальцем благодаря особому вибродвижку Taptic Engine, который можно найти и на новых iPhone. Это псевдонажатие получается очень натуральным, и понять, что это вибромоторчик практически невозможно. Но все же при вызове контекстного меню двумя пальцами могут возникнуть проблемы в первое время. Затем к этому привыкаешь. В отличие от трекпадов старых MacBook, в этом нажимать можно в любом месте, сверху, снизу. Кстати, мы тестировали MacBook Pro 13, в пятнашке трекпад еще больше. Все-таки как ни крути, а эта сенсорная панель очень удобна при управлении ноутбуком. Клавиатура тоже заслуживает отдельного внимания, под клавишами, площадь которых стала еще больше, функционирует усовершенствованная технология бабочка второго поколения. Ход клавиш практически не ощущается, и звука от щелчков тоже практически нет. Тем, кто привык к классической клавиатуре Mac, придется немного переучиваться. С другой стороны, для нажатия теперь не требуется усилий, достаточно слегка прикоснуться к клавиатуре, чтобы она поняла, чего вы от нее хотите. Над клавиатурой расположилась сенсорная панель Touch Bar, которая выступает дополнительной функциональной областью, меняющаяся в зависимости от приложений, которые вы используете в данный момент. Она настраивается практически для каждой программы. Сейчас их не так много, но со временем разработчики подтянут поддержку. В меню вид запущенной программы можно перейти в режим настройки Touch Bar и перетянуть на панель любые из предложенных иконок, которые осуществляют конкретные действия. Например, в Finder можно перетянуть на панель иконку мусорной корзины и при выделении файла сразу же удалить его, нажав на корзину. В режиме набора текстов Pages на панели отображаются предлагаемые слова, в браузере иконки закладок и так далее. Она очень функциональна, в ней также никуда не делись функциональные клавиши. Они вызываются из правой части панели и всегда там активны. В правой части также есть и сенсор Touch ID, с помощью которого можно разблокировать MacBook одним прикосновением. Но если переплачивать лишние 500 долларов не очень хочется, то для вас есть версия без Touch Bar, на которой все как и прежде. По бокам расположилась привычная перфорация для динамиков. Они стали громче и мощнее. На 58% громче, если быть точнее. Это сразу чувствуется, особенно по низким частотам. Смотреть фильмы теперь очень комфортно, хотя и раньше жалоб на динамики MacBook никогда не возникало. В Apple утверждают, что сделали улучшение динамиков для людей, которые используют источники звука в профессиональных целях. Например, если вы пишете музыку и вам нужно внести какие-то изменения на лету. Это, конечно, хорошо, но до мониторов такие динамики, разумеется, не дотягивают. А значит, звук для ноутбука хороший. Может быть, даже один из самых лучших, но не более того. В новом MacBook Pro и новой Retina Display экраны прошек с Retina всегда были отличными, но Apple решили их еще немного улучшить. Яркость, цветовой охват, контрастность. Цвета действительно четкие и яркие. Черные оттенки действительно черные, а белые – белые, как бы это ни звучало. Работать комфортно, а глаза не устают. Этот обзор мы, кстати, собирали именно на этом MacBook, а вот с батареей не все так гладко. В интернете постоянно появляются жалобы на проблемы с аккумуляторами новых маков. Более того, известная некоммерческая организация Consumer Reports, занимающаяся анализом товаров и услуг, впервые не рекомендовала к покупке новый MacBook Pro именно из-за проблем с аккумулятором. Хотя сама Apple так и не признала их. Но если проблема все-таки существует, то мы надеемся, что она заключается в софте, а не в аппаратной части. И Apple исправят все обновлениями. Версия MacBook Pro 13 без Touch Bar оснащается двухъядерным процессором Intel Core i5 с тактовой частотой 2 ГГц и Turbo Boost ускорением до 3.1. Есть еще одна версия на Intel Core i7 с частотой 2.4 и возможностью ускорения до 3.4 ГГц. В базовой комплектации также графический ускоритель Intel Graphics 540 и 8 ГБ оперативки. Версия с Touch Bar в базе оснащается процессором Core i5 с 2.9, но на выбор покупателям доступны еще два процессора. Core i5 3.1 ГГц и Core i7 3.3 ГГц с Turbo Boost до 3.6. Видеокарта тут тоже немного лучше Intel Graphics 550. А в 15-дюймовой версии устанавливается Radeon Pro 455 с 2 ГБ памяти. Очень неоднозначно поклонники марки приняли отказ Apple от USB портов и слота для SD-карточек. Все-таки версия Pro всегда была популярна у профессионалов, в том числе у фотографов и видеографов. Сложно представить, что в обозримом будущем камеры начнут оснащать картами памяти с разъемом Type-C. Другое дело, что Apple предоставит всем нам возможность докупить различные переходники на обычный USB-A разъем и на SD-карточки, например. И таких переходников уже великое множество. Да и за USB Type-C вроде бы будущее. Тем более, что Apple основательно поработала над портами, и в новых MacBook Pro эти разъемы совмещают в себе и возможность передачи данных до 40 ГБ секунда, и Thunderbolt, и DisplayPort, и дальше возможность заряжать ноутбук. Зарядку можно подключать в любой из портов USB Type-C, а в версии с Touch Bar в любой из четырех разъемов. Кстати, на отказ от MagSafe любимого многими магнитного порта зарядки тоже огорчает. Все предыдущие MacBook не боялись резкого отдергивания кабеля. Он легко отсоединялся, если его дернут. С новым USB Type-C такой фокус не пройдет. Но все же понятно, что отказ от MagSafe обусловлен тем, что в корпусе сэкономили много места, и главную функцию этой магнитной зарядки перенесли на универсальный порт USB Type-C. В итоге новый MacBook Pro, несомненно, хорош. Новый цвет, хороший выбор железа, Touch Bar, Touch ID. Разумеется, мы смиримся с отказом от популярных портов, потому что вариантов, по сути, нет. Либо переходить на Windows, либо привыкать к новым условиям. Версия MacBook Pro без Touch Bar станет отличной заменой Air. Правда, стоит базовая версия дороже, но тут и экран лучше и железо. Пишите в комментариях, что вы думаете про новый MacBook Pro. Что вам понравилось, а что нет. Не забудьте подписаться на наш канал, на наши страницы в социальных сетях, потому что сразу после Нового года мы отправляемся в Лас-Вегас на CS 2017, где, как обычно, будет очень много горячих новинок из мира гаджетов. Все ссылки найдете в описании. С наступающим!